5 июля они из окружения с боем выходили вместе с погранотрядом. Именно в этом здании были оборудованы комнаты жилища таможенника Верещагина. Повесет в любви. День добрый. Человек здесь что-то? Университет МВД до сих пор действует, и у него даже есть своя учебная тюрьма. Строили эти дома немцы. Вот этот вот бомбарик, он очень большой. 180 краснофлотцев пали смертью храбрых. Здесь мы видим большой жилищный комплекс «Балтийская жемчужина». Кстати, стоя у готического домика, мы можем наблюдать все-таки кусочек голубого барокко. Столкнулся с шестью вражескими самолетами. Он построен в 1770-х годах. А тут ручка целая. Сейчас мы тут попробуем дернуть. Всем привет! Давно я не снимал ветку от Балтийского вокзала до Стрельны. По южному берегу Финского залива. И пока собрался, пока снимал другие сюжеты, опять Питер стал сереньким. Но, тем не менее, эту серию мы продолжаем. Как вы помните, закончили мы на платформе Лигова, которая находится в той стороне. В ту сторону у нас находится Стрельно, а дальше еще Петергоф. Там очень много достопримечательностей. Ну, а сейчас мы находимся на платформе «Сосновая поляна». Ну, и сейчас мы с этой платформы двинемся в город. Пересечем проспект Народного ополчения. И дальше по улице пограничника Горькового дойдем. Первый объект, который я хочу вам показать, это здание Ленинградской киностудии. Так, пересекаем проспект Народного ополчения. Это западная окраина Краснофельского района. Это главный транспортный узел данной местности. Вот, видите, трамвай стоит. Они вот здесь все разворачиваются. От проспекта Народного ополчения мы двигаемся в сторону проспекта Ветеранов. По улице пограничника Горькового. Кто такой пограничник Горьковый? Алексей Дмитриевич Горьковый. Родился он в 1902 году. И к моменту начала Великой Отечественной войны уже дослужился до звания капитана. В 1941 году, с началом Великой Отечественной войны, он вместе со вторым погранотрядом долго и упорно защищал советско-финскую границу. Потом попал в окружение. И 5 июля они из окружения с боем выходили. Вместе с погранотрядом и вместе со своей семьей. С сыном и женой, которые воевали рядом с ним. За это он получил орден Ленина. В сентябре 1941 года ему было присвоено воинское звание майор. А уже в октябре 1941 года он погиб на Невском пятачке. И в его честь названа эта улица. Вот так сейчас выглядят павильоны знаменитой, известной вам киностудии Ленфильм. Печальное зрелище. Киностудия Ленфильм – это старейшая кинокомпания России. Создана она была еще 5 марта 1914 года. Основная территория киностудии расположена на Каменноостровском проспекте, дом 10. А эти съемочные павильоны были построены в 1965 году. Всего на киностудии Ленфильм было снято около полутора тысяч игровых полнометражных фильмов. И какие из них снимались именно в этих павильонах, сейчас сказать, конечно, очень сложно. Но именно здесь снимались павильонные сцены классики отечественного кинематографа фильма «Белое солнце пустыни». Девять граммов селутся, постой, не зови. Да-да, именно в этом здании были оборудованы комнаты жилища таможенника Верещагина. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Здесь, судя по всему, приспособили под гараж. Есть кто живой? Заходи. Ага, нет, не под гараж. Здесь мебельный заказ. Мебельное производство. Пахнет паленым. То ли это отраспило дерево, то ли здесь был раньше пожар. Здравствуйте. Здравствуйте. Подсказать вам можно? Да, да я просто так гуляю. Подскажите, вот это же павильоны бывшей киностудии «Ленфильм»? Да. А, правильно я пришел. Понятно. У меня сейчас от киностудии ничего не осталось? А кому вообще сейчас это все принадлежит? Неизвестно? «Ленфильму». А, «Ленфильму» так и принадлежит, да? Да-да-да. А, понятно. Ясно, ладно, спасибо. То есть сейчас «Ленфильм» вообще не используют, он просто в аренду все сдает, наверное, да? Не знаю. Нет, в смысле, часть он использует, они используют фильмы здесь снимают. А, снимают, да? Да. А, я думаю, просто здесь уже совсем все заброшено. Не-не, они снимают фильмы вот на прошлой неделе, неделю-две назад снимали здесь еще. Да? Ну, в той половине, наверное, используется? Нет, здесь вот тоже павильоны. А, вот здесь, вот здесь павильоны уже. И этот сгорел. А, я чувствую павильон, я думаю, может мебель просто дерево пилят из-за этого. А, этот павильон там, они используют его для съемок. Но они и здесь территорию используют для съемок. А, понятно. Я думаю, смотри, там часть завалена вообще, думаю, уже все, наверное, забросили. Там здание, а они там, в принципе, в принципе... Да, это там, туда дальше, если идти. А, ну, ясно. Ладно, хорошо, спасибо. Ну, вот видите, немножко побеседовали. Рассказали нам, что, оказывается, все-таки часть корпусов используется до сих пор в фильмах. И даже что-то они здесь снимают. То есть, помещение снаружи, оно, может быть, выглядит не очень. Но помещение, судя по всему, декорациями оборудуется. И проходят какие-то съемки. Мы пойдем еще с другой стороны, обойдем это здание. Ну, вот главный корпус. Вот центральный вход, который выходит на улицу Новобелецкую. Здесь кухня, шкафы, купе. Ну, то есть, большая часть зданий, или большая часть зданий, издаются в аренду всяким мебельным конторам, которые здесь мебель. И изготавливают, и продают. На месте вот этой киностудии, которая была построена здесь в 1965 году, здесь находилась усадьба Литания. На данный момент от усадьбы, соответственно, остался только вот этот парк живописнейший, в котором находится несколько прудов. В том числе, один пруд с островом посередине, который местные из-за своеобразной формы назвали бутылкой. Сейчас я вам тоже его покажу. Почему он называется так, вы сейчас поймете. Уточки тут плавают. Красота. Еще один пруд. И посмотрите, какой здесь мостик интересный. Замочки на нем вешают. В виде сердечек. Настя, жди. А, Настя, Дима. Настя, Дима. Ну, совет да любовь. Такой вот интересный усадебный мост уцелел. Так, даты, к сожалению, там не видно. Ну, естественно, что он еще в царских времен постройки. Еще при Российской империи он был поставлен здесь. Кстати, может, что-то рыбачит-то рыбачит, прошу. День добрый. Что, ловится здесь что-то? Что-то здесь ловится? Ну, месяц назад перед отпуском ловилось. А что, здесь есть вообще? Карась. Карась? Карась. Такой пруд небольшой вроде. А его зарубляют? Он же, наверное, за зимой замерзает, нет? Ну, не знаю. Понятно. Ну, ладно, удачи. Ни хвоста, ни чешуи, да, как говорится. Ну, вот, даже рыбку выводят в этом парке, в этих прудах. Прошел я парк насквозь. И вот здесь вот, напротив адреса Чекистов 38, находилась еще одна усадьба. Усадьба Львовых. Это бывшая их территория. Вот здесь, соответственно, раньше протекала река, и на ее берегу стояла усадьба. Ну, сейчас от нее тоже ничего не осталось. А улица Чекистов, кстати, почему называется улица Чекистов, если кто не знает, то после революции здесь располагался исправительно-трудовой лагерь. Правоприемником его стал университет МВД, который находится, ну, там, еще дальше, метров 500, если пройти, будет университет МВД. Значит, на машине подъеду, может быть, чуть-чуть сниму. Университет МВД до сих пор действует в Санкт-Петербурге, и у него даже есть своя учебная тюрьма. Не мог не остановиться на 2-й Комсомольской, чтобы не показать вам. Смотрите, какие здесь коттеджики, дома усадебного типа. Их здесь очень много, все разные, и все очень красивые, представляющие собой культурную ценность. Только что поднялся вот от этого здания, на 2-й Комсомольской. Там темно и свалка. Блин, какой интересный бомбарик я нашел. Ну, конечно, там свалка, все завалено мусором. Ну, это реально бомбоубежище какое-то. Это не канализация. Короче, если кто-то лазил внутрь, кто-то что-то знает про это сооружение, пишите в комментах. Очень интересно. Я сейчас, естественно, не полезу, я не готовился к такому погружению. Не так я одет, чтобы лезть сейчас в мусорку. Слушайте, ну, сейчас заходил вот в этот магазинчик продукты. Мне тут женщина, я камеру не стал включать, женщина-продавец мне рассказала, что она тут снимала раньше как-то в одном из этих домов квартиру, на четвертом этаже. Строили эти дома немцы. И дома, конечно, по качеству так не очень, потому что много деревянных перекрытий, мышки, все дела. И она мне сказала, что действительно, вот этот вот бомбарик, он очень большой, и он соединяется с подвалом этого дома. А подвал очень глубокий, и, соответственно, под домом здесь сделано бомбоубежище. Не знаю, может, под остальными домами то же самое, как бы, ну, вот это действительно бомбоубежище, в которое есть открытый вход, и по которому можно, ну, по крайней мере, я не знаю, есть сейчас проход именно в подвал дома или нет, но как-нибудь интересующимся можно проверить. Вот вторая Комсомольская улица. Мы ее прошли полностью. Если двигаться по ней до конца, в сторону Петергофского шоссе, мы попадаем в усадьбе Демидова Штрандмана. Здание перестроено, и не совсем уже, конечно, похоже на усадьбу, но, тем не менее, этот усадьбный дом являлся центральным зданием парка, который находится за ним. А вторая Комсомольская когда-то являлась центральной аллеей, ведущей к этой усадьбе. И, кстати, улица Чекистов, она до 1964 года называлась Штрамповкой. Это как раз-таки перековерканная фамилия одного из владельцев усадьбы Штрандмана. Тут стоит такая вот табличка. В стенах этого дома на улице Чекистов бывшая Штрамповка приняли свой последний бой участники диверсионно-разведенного десанта Краснодарного Балтийского флота. 3 октября 1941 года 180 краснофлотцев пали смертью храбрых. 21 сентября 1944 года немцы захватили Стрельну, после чего отбросили наши войска к Новому Петергофу. Части 8-й и 42-й армии безуспешно пытались вернуть контроль к бережьям, нанося удары по противнику, летаясь продвинуться навстречу друг другу. Командующий фронтом генерал армии Жуков с подачи командующей 8-й армии генерала Шевалдина принял решение высадить в тыл противнику морской десант. Часть сил готовилась в Кронштадте для высадки в Петергофе. Часть сил готовилась Ленинградским фронтом для высадки в Стрельне. Для подготовки операций и формирования десантных групп требовалось несколько суток, поэтому было принято решение сформировать небольшой отряд для содействия в продвижении 6-й отдельной стрелковой морской бригаде. С 4-й 53 октября 1941 года в районе завода Пишмаш, нынешний Лэмс, был высажен десант в составе усиленной роты 225 бойцов, сформированные на базе 4-й роты 2-го стрелкового батальона 6-й бригады под командованием лейтенанта Шацкого. Рота высаживалась с 22-х шестивесельных ялов, буксируемых катерами ЗИС. Высадка планировалась в районе будки Рыбаков, район нынешнего кольца 60-го трамвая. Но там был сильно заболоченный берег, и десант, высадившись в районе завода и уничтожив немецкий головной дозор, захватил главный корпус Пишмаша. Затем он начал наступление с двух сторон насыпи, идущей от берега, и к 7-й 8-й утра десант вышел на перекресток Петербургского шоссе железной дороги и дороги на Пишмаш. Далее наш десант продолжил наступление с двух сторон железной дороги на юг в сторону совхоза Пролетарский труд и улицы Штрамповка, куда они и вышли к 8-й утра. Немцы бросили против них четыре роты, и к 16-й 0-й в результате напряженного боя оставшиеся в живых бойцы отступили к заливу, там они укрылись в камышах, а ночью по волочным зарочам вышли в расположение своей бригады. По утверждениям немцев, потери нашего десанта составили 130-145 человек убитыми и 59 пленными. Потери немцев – 16 убитыми и 42 раненными. Каждая из сторон из высадки на Пешмаш сделала свои выводы. Немцы усилили охрану и оборону побережья, а советская команда не посчитала, что высадив не роту, а батальон, можно добиться успеха. Но это было не так. Все последующие четыре морские десанта были разбиты противником и понесли еще большие потери, не достигнув при этом какого-либо результата. Самый первый Пешмашевский десант оказался самым успешным. Вот через парк я вышел к Петерговскому шоссе. Здесь мы видим большой жилищный комплекс Балтийская жемчужина. Комплекс этот построен на средства китайских инвесторов. Но комплекс действительно большой, красивый и современный. Ну а мы двигаемся дальше на запад через парк. Ну и вот Санкт-Петербургский военный орден Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации. На входе установлены такие вот скульптуры. Короче, снимать здесь не разрешают, потому что это военный институт войск национальной гвардии. Стоит этот институт на улице Пилютова по адресу дом 1. Пилютов Петр Андреевич это герой Советского Союза. Летчик воевал он здесь. В декабре, по-моему, 41-го года в неравном бою столкнулся с шестью вражескими самолетами. То ли и 15-й, то ли и 16-й у него был, он столкнулся с шестью хэнкелями и два из которых сбил. Сам был ранен, но несмотря на ранение самолет свой смог посадить, у него насчитали 21 ранение врачи, которые его оперировали. К концу Великой Отечественной войны он провел 344 воздушных боя, 23 победы одержал, 17 лично и 6 групповых. Умер он уже в 1960-м, а его именем названа вот эта улица. У нас все дело. Оказывается, вот он университет МВД, университет МВД, он действует. Они находятся на одной территории, с одной стороны университет МВД, с другой стороны институт войск национальной гвардии. Ну, немножко я ошибся, честно говоря, я этого не знал. Так, едем к усадьбе Новознаменка. Слушайте, ну, не совсем удачно я приехал. Вот это усадьба Новознаменка. На самом деле, это роскошное здание голубое в стиле барокко, но оно в настоящий момент, видите, находится на реставрации, поэтому всю красоту я вам показать не могу. выполнение работ по ремонту и реставрации фасада главного дома, входящего в состав объектов культурного наследия федерального значения дачи Воронцова Новознаменка. Здание это было построено по проекту архитектора Джузеппе Трезини и строилось оно для графа Михаила Иларионовича Воронцова. Ай, как жаль, как жаль, что мы не можем его увидеть. Но оно выглядит вот так. То, что здание реставрируется, это уже хорошо, это прекрасно. Позже усадьбой владел Петр Мятлев, который и дал этой усадьбе название Новознаменка. В память о своей усадьбе, которая находилась в районе Петергофа, Знаменская мыза. Там у него была Знаменская мыза, а тут он назвал ее Новознаменкой. И это название так и закрепилось. В 1866 году у него здесь, кстати, в этой усадьбе отдыхал сам Петр Ильич Чайковский. Переходим дорогу. И тут еще одно такое здание красивое, но оно тоже реставрируется. Это так называемый готический домик. Он был возведен специально для принадлежавшей Мятлеву франкоязычной библиотеки в 18 тысяч томов. Находится он на углу улиц Пионерстроя и Чекистов. Здесь пока законсервировано, но работы не ведутся. Кстати, стоя у готического домика на другой стороне улицы мы можем наблюдать все-таки кусочек голубого барокко наверху. Видите, какая красота. Кстати, сейчас здесь находится Санкт-Петербургская международная школа. Попробуем зайти внутрь. Прогонят, так прогонят. А внутрь никак попасть? Я же посмотреть просто хотел. А здесь сейчас Санкт-Петербургская международная школа какая-то, говорят? Она действующая, да? А реставрируют только фасады, да? Фасады. Понятно. А что здесь международная школа? То есть, здесь иностранцы учатся? Просто название. А почему международная? Общеобразователь. Общеобразователь? Такое. А, понятно. Когда-то было, партнер с Чехией, но потом еще там обманулось. Понятно. Ладно, хорошо, спасибо. Тогда пойду в парк. Ну, все, говорю, так. По этим плитам мы сейчас упремся прямо в заборчик. Ну, кстати, перешагиваем. Опа! Опа! Когда-то здесь, судя по всему, была калитка, которой сейчас нет. Вот один из прудов парка усадьбы Новознаменка. Пруды эти являются частью реки Меткази, которая получила свое название по одной из финских деревень, которая находилась здесь в 17 веке. И вот этот мост, не вот этот вот мосток, а вот этот вот мост через речку Меткази, дорожный, автомобильный мост, скажем так. он построен в 1770-х годах. То есть это вторая половина 18 века. Мы сейчас к нему пройдем через эти лопухи. Вот такой гранитный мостик. Сейчас поднимемся, посмотрим его с другой стороны. А с другой стороны мы его не посмотрим, потому что тут территория как раз таки института войск национальной гвардии. наше сегодняшняя поездка подходит к концу. Если мимо усадьбы Новознаменка проехать дальше, пересечь улицу Пионерстроя, мы попадаем в следующий парк усадебный. Там когда-то стояла дача Миниха и в 1953 году на фундаменте этой дачи был построен красивый дом в стиле сталинского не вампира. я вам его тоже покажу. Вот это здание по адресу чекистов 19. Как оно на данный момент используется непонятно. Ну здание действительно красивое. Вот оно как раз таки построено на фундаменте бывшей усадьбы Миниха. Так, ну мы же любознательные. Мы бы подергали дверь, но тут даже ручка сломана. Эх, так. вот как это здание выглядит со стороны Петергофского шоссе. Вон Петергофское шоссе. Вон трамвайчик поехал. А тут ручка целая. Сейчас мы тут попробуем дернуть. Опа! Закрыто. К сожалению. Тоже внутрь мы не попадем. Но здание судя по всему не эксплуатируется. Такой вот вид на пруд. Сейчас зели немного. Вот как раз таки вон там за деревьями не видно, потому что все зеленое. Много зеленки. Если бы сейчас была поздняя осень или зима, хорошую погоду, было бы видно сооружение так называемого пишмаша. И именно здесь проходили ожесточенные бои десанта. Ну а на этом наша сегодняшняя поездка подошла к концу. Надеюсь, вам видео понравилось. Мы свое путешествие дальше вдоль железной дороги продолжим. Дальше у нас по плану сергиево и потом уже стрельно. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, всем пока!